Дарья Худалеева – одна из тех, кто в небе чувствует себя как рыба в воде. Это утро для неё снова началось с полёта. Прыжок первый после большого перерыва. Совсем недавно девушка стала мамой, но о спорте забывать не планирует. Гродненский аэроклуб – для неё вторая семья. Супруг и четырёхмесячный сын Миша, конечно, волнуются, но во всём поддерживают. Погода сложная, ветер сильный, страшно немножко, потому что всё-таки маленький ребёнок, уже появилась ответственность, и надо очень аккуратно следить. Можно было быть лучше. В том году у меня был КМС, заняло первое место даже среди юниоров. Так что да, надо ещё стараться. Прыжков мало в этом году было, поэтому результат ещё не очень радует. В парашютном спорте всегда есть в прямом смысле слова взлёты и падения, разница в точности движения и правильному подходу к любимому делу. Егор Брекоткин занимается им седьмой сезон. За это время совершил около 600 прыжков. К очередному готовится прямо сейчас. Говорит, всё нужно делать спокойно и без нервов. Как только начинаешь нервничать, какой-то мандраж появляется, всё, уже сразу идёт всё неправильно. Первый тур, он всегда такой, как бы, ты ещё не знаешь, что тебя ждёт, только открываешь соревнования, всегда немножко волнительный, конечно, но когда сидишь в вертолёте, выпрыгиваешь, уже это волнение обычно приходит. Высота – тысяча метров. Как только вертолёт поднимается до нужной отметки, парашютисты начинают прыжок. В свободном полёте находятся около пяти минут. В момент прыжка лишних мыслей в голове нет, рассказывают парашютисты. Первым делом оцениваешь обстановку и проверяешь команду. Нужно убедиться, что все, как говорят спортсмены, открылись. Максимальная концентрация в небе и точное приземление. Участники чемпионата не боятся сложностей. Прыжок за прыжком парашютисты показывают неплохой результат. Правильно рассчитать прыжок удалось и Станиславу Квицинскому из Гомеля. С высоты птичьего полёта парашютист хорошо видит землю. Дальше дело техники. Цель атакована. Нулевая отметка – два сантиметра. Идеальный результат. Погода очень сложная. Прыжок очень интересный. Два сантиметра дал. Настроение боевое. Будем бороться. 16 мужских команд и 10 женских в эти дни покоряют Гродненское небо. За победу начали борьбу сборная команды вооружённых сил, команды сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск ПВО. Спортивно-парашютные команды ряда воинских частей белорусской армии, а также спортсмены воздушно-десантных войск вооружённых сил России. МЧС Белоруссии – семи аэроклубов нашей страны. Сборная вооружённых сил Республики Белоруссии и Российской Федерации – это одни из сильнейших парашютистов в мире. Ещё им представляют конкуренцию китайцы и немецкие спортсмены. Поэтому тут как бы маленький междусопчик чемпионат мира такой пройдёт среди белорусов и россиян. Погода такая сложноватая, конечно, сегодня. Буду надеяться, что будет получше. Открытый чемпионат продлится до 15 июля. Впереди упражнения по акробатике. Здесь высота прыжка 2200 метров. За 30 секунд спортсмен должен выполнить шесть фигур. Понаблюдать за парашютистами могут все желающие. Лучших выберут как в личном, так и в командном зачёте. Елена Бережна, Алексей Сокута. Новости Гродно+.